Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Научные исследования довольно убедительно показывают, что морковь, благодаря большому содержанию витамина А, в форме бета-каротина, полезна для здоровья глаз. Работа исследователей из Института Джонса Хопкинса, проведенная в 1998 году, даже показала, что дополнительный прием этого витамина может восстановить плохое зрение у людей с дефицитом витамина А, но, как это часто бывает, передаваемая из уст в уста истина постепенно обрастала придуманными подробностями и в конце концов трансформировалась в миф о том, что морковь обладает «суперсилой», позволяет видеть в темноте не хуже кошек. Точно неизвестно, откуда пошел этот миф, но у исследователей есть пара догадок. Одна из них связана со Второй мировой войной. Во время Блицкрига 1940 года Люфтваффе часто наносили удары под покровом темноты. Для того, чтобы немецким самолетам было труднее поражать цели, британское правительство объявило об отключении света по всему городу. Королевские ВВС смогли дать отпор немецким истребителям отчасти благодаря разработке новой, секретной радиолокационной технологии. Бортовой радар воздушного перехвата, впервые примененный ВВС в 1939 году, позволял обнаруживать вражеские бомбардировщики еще до того, как они достигали Ла-Манша. Но чтобы сохранить в тайне наличие такой технологии, британские военные придумали оправдание своему успеху «Морковь». В 1940 году осночного истребителя ВВС Великобритании Джон Каннингем по прозвищу «Кошачьи глаза» первым сбил вражеский самолет при помощи такого радара. Позже он совершил в общей сложности 20 убийств, 19 из которых были совершены ночью. В те времена Министерство обороны сообщило газетам, что причина его меткости заключалась в том, что пилоты, подобные Каннингему, ели очень много моркови. Купились на это немцы или нет, но британские граждане стали верить, что употребление моркови помогает лучше видеть после отключения света. Реклама с лозунгом «Морковь сохраняет здоровье и помогает видеть в темноте» появлялась повсюду. После окончания войны власти Британии решили не опровергать этот миф и использовали его для другой рекламы в своих целях. Тем не менее, на сегодня нет никаких подтверждений тому, что этот оранжевый овощ, богатый каротиноидами, способен хоть как-то улучшить нашу способность к ночному зрению. Для этого необходимо нечто большее, как минимум другое строение глаза и возможность собирать больше света из окружающей среды. По материалам с Мецениан Магазин.